Рождественская эстафета. Большие гонки по Сочинске ежегодно собирают ребят, которых объединяет одно увлечение – спорт. Вот и на этот раз на праздничном соревновании собрались воспитанники всех городских детско-юношеских спортшкол. Футболисты, баскетболисты, теннисисты. А еще гимнастки, борцы, вольники, легкоатлеты. Работать в команде большинству из них не привыкать. Вот только здесь им необходимо создать команду с незнакомыми ранее сверстниками. Несмотря на кажущуюся простоту соревновательных этапов, пройти их к тому же в непривычной и даже забавной амуниции нелегко подчеркивают сами организаторы. Это веселая эстафета, которая подразумевает участие команд, командный дух, так как все элементы, которые нужно выполнить участникам, они связаны с командными решениями и вместе команда всегда победит. После таких игр они все дружнее и дружнее. Большие гонки по Сочинске состоят из нескольких этапов. Основная фишка эстафеты – необычный инвентарь. Командные лыжи, штаны на троих, гусеница, чудо-ласты, гигантские кеды. Азарт испытывают и сами спортсмены, и болельщики. Как результат – море положительных эмоций. Мы занимаемся вольной борьбой, но наши товарищи стали еще и баскетболисты, и мы с ними сплотились в одну команду и поучаствовали в этом конкурсе. Мы смогли стать командой, и это нам очень помогло. Даже если мы проиграем, будет не очень обидно. Это было очень клево, просто. Такие чувства, я передать даже не могу. Это произошло так быстро. Просто я так рад, что мы всей командой так прям выиграли, можно считать. Мы с друзьями делали это быстрее, а другая команда что-то неправильно делала. Они не в команде были. А мы в команде говорили раз, два, три, левой, правой. Надо поддерживать и подсказывать. Главный урок, который взрослые хотели преподать ребятам, усвоен. Участники больших гонок по Сочинске запомнили, что только слаженная работа всей команды, ну и, конечно, ловкость, могут принести победу. А еще такой элемент игры, уверенный в Сочинском департаменте физкультуры и спорта, популяризирует здоровый образ жизни. Несмотря на то, что мероприятие развлекательное, соревновательный момент никто не отменял. Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и призы. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.